Корректировки генерального плана Новосибирска одобрили для рассмотрения на ближайшей сессии. Она пройдет на следующей неделе. Пока документ единогласно поддержали представители комиссии по градостроительству Совета депутатов Новосибирска. Над обновлением генерального плана работают уже несколько лет. Особое внимание в документе уделили сохранению зеленых зон. Впервые в генеральном плане как город Новосибирска, так и это не характерная практика, как бы нововведения на территории Российской Федерации, выполнена отдельная карта объектов местного значения в области отдыха, рекреации и озелененных территорий общего пользования. Вы видите, выполнена соответствующая карта. Все объекты приведены в текстовой чате с адресной привязкой и фиксацией их площади, что дает гарантию сохранности, независимо от того, в какой зоне они находятся. Так как некоторые очень небольшие объекты расположены не в рекреационных зонах, а, допустим, в зонах уличной дорожной сети, если это бульвар или болей, в зонах жилой застройки, если они находятся внутри территории микрорайотов. Обновленный генплан закрепляет статус рекреационных зон даже тех участков, которые ранее не считались таковыми. По мнению проектировщиков, к 2030 году в Новосибирске будет уже около 2 миллионов жителей. Предусмотрено развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Запланировано 6 новых станций метро, 77 школ, детских садов еще больше 136. После того, как генплан рассмотрят на сессии, у депутатов будет 2 месяца, чтобы утвердить программу развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Документ очень важный, и на него завязаны очень многие процессы, поэтому затягивание его принятия может привести к критическим процессам, которые мы, быть может, даже и предугадать сейчас, и предвидеть здесь не можем. Более того, что генплан, что ПЗЗ, эти два документа, они не статичны, подвижны, и существует процедура внесения изменений. Поэтому после принятия генплана, если у конкретных депутатов есть необходимость инициировать какие-то процессы, есть установленный порядок, и мы можем по этому пути двигаться. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.